Здравствуйте, это рубрика интервью. Меня зовут Наталья Чудина. Хакасия готовится к единому дню голосования. В этом году он выпадает на 13 сентября. О том, где и кого нам предстоит выбрать, об этом мы поговорим с Александром Чуманиным, председателем Республиканского избиркома. Здравствуйте, Александр Владимирович. Ну и давайте, где и кого все-таки нам предстоит выбрать? Такой краткий обзор избирательных компаний. Краткий обзор. Нам предстоит выбрать органы местного самоуправления. Это глав и депутатов представительных органов. Что касается глав из наиболее крупных муниципальных образований, это у нас город Черногорск, где мы выбираем главу города, и Аскизский район, где избирается совет депутатов Аскизского района. Во всех остальных районах избираются депутаты представительных органов поселений и главы поселений. То есть это самый первый уровень, который самый близкий к населению органов власти. Ну и все же, где самая горячая борьба у нас идет? Можно сказать, что на территории, в республике, во всех муниципальных образованиях, в принципе, компании проходят спокойно в рамках законодательства. Более активны, конечно же, это кандидаты в Аскизском районе на выборах депутатов райсовета и кандидаты на выборы главы города Черногорска. То есть там более активная агитационная кампания идет. В остальных поселениях, в остальных населенных пунктах она более вяло, более размеренно, скажем так. Ну а сама избирательная комиссия, насколько уже готова к выборам? Избирательные комиссии на территории, а их будет задействовано из участковых 266 участковых избирательных комиссий. Это 11 территориальных избирательных комиссий. Все комиссии готовы к проведению единого дня голосования. Недавно прошло совещание в режиме видеоконференции с муниципальными образованиями, с территориальными избирательными комиссиями, где мы получили доклады о готовности, о тех проблемах, которые существуют, которые нужно решить до единого дня голосования. Можно с уверенностью сказать, что все комиссии, все помещения для голосования у нас готовы. То есть мы в любой момент, а если вернее 13 числа в 8 утра, все участковые комиссии будут открыты, избиратели могут спокойно голосовать в отведенное время. Ну вот вы говорите о том, что достаточно спокойно у нас проходят выборы, и все же нарушения уже где-то выявлены какие? Нарушения какие? Это, как обычно, кандидаты жалуются на неправомерную агитацию своих соперников, поэтому комиссии разбираются в этом, в этих вопросах, в этих заявлениях, все они рассмотрены. По крайней мере, на сегодняшний день ни одно из заявлений, которое было указано по нарушению правил предвыборной агитации, не удовлетворено. Ну вот нарушения в день голосования, они ведь тоже возможны? В день голосования, ну, возможно, надеемся, что их не будет. И все же, куда обращаться людям, если они заметили, что в работе избирательной комиссии участковой еще где-то не допустили кого-то? Если есть какие-то нарушения, ну, прежде всего, конечно, нужно обратиться в саму комиссию, где это произошло, и указать, в частности, председателю участковой избирательной комиссии, на то, что по мнению, скажем, избирателя, здесь происходят какие-то нарушения. Получить какие-то от них комментарии, ответы. Если этого, как бы, вот, недостаточно, то можно обратиться в территориальную избирательную комиссию или в избирательную комиссию субъекта к нам непосредственно. Все телефоны на сайтах есть, в том числе все телефоны будут размещены на информационных стендах на избирательных участках. По этим телефонам можно обращаться и оперативно будут приниматься те или иные меры для того, чтобы, если есть нарушение, оно было устранено. Ну, немножко поговорим о кандидатах. В вами была озвучена информация о том, что некоторые из них имели проблемы с законом, и серьезные, и не очень. Вот наше законодательство к этому достаточно лояльно относится? По большому счету законодательство очень лояльно к этому относится. У нас пассивное избирательное право лишены только кандидаты, которые имели судимость за тяжкие, особо тяжкие преступления. И если с момента погашения этой судимости прошло 10-15 лет. То есть, вот такой срок. В дальнейшем законодатель не ограничивает кандидатов, людей, избирателей в реализации своего пассивного избирательного права. Учитывая и наличие судимости не говорит о том, что кандидат не может выдвигаться вообще. То есть, эти сведения в обязательном порядке избирательная комиссия размещает в информационных материалах и в избирательном бюллетене. Чтобы избиратели знали о том, что такой грешок был за кандидатом. То есть, кандидаты обязаны раскрывать перед избирателями свои. И в избирательной кампании это как-то указывает? Да, кандидаты обязаны раскрывать сведения о своей судимости, когда-либо совершенной. Независимо от того, погашена она, аннулирована, условно ли это было, или с содержанием под стражей. То есть, этот факт должен быть указан, неважно, он был 10 лет назад, 20 лет назад, в начале жизни или уже на закате жизни. Поэтому этот факт указывается в заявлении и потом, как я уже сказал, он переносится в информационный материал и в бюллетень. Если этот факт кандидатам не указан, соответственно, он не будет допущен к избирательной кампании, потому что он сокрыл сведения от избирателей. А графа «против всех»? Так много о ней говорится. Будет она в этот раз или нет? Графы «против всех» нашим законодательством республиканским не предусмотрено, поэтому избирателям нужно будет выбрать из тех кандидатов, которые находятся в избирательном бюллетене, либо из тех избирательных объединений, которые там указаны. Вы часто обсуждаете этот вопрос «графа против всех». Какие за, какие против этой графы? На ваш взгляд? Очень много в средствах массовой информации тоже этому уделяется. Знаете, мы как правоприменители готовы ввести эту графу. Учитывая, что законодатели наши остановились на том, что этой графы не должно быть в избирательном бюллетене, но мы выполняем волю законодателя и в избирательных кампаниях эта графа не используется. А с другой стороны, голосование «против всех», особенно на местном уровне, понимаете, там каждый житель населенного пункта, он знает любого человека, любого кандидата, который выдвинулся. То есть это самый близкий. И голосовать против всех, ну, как-то не совсем разумно, логично. Значит, вы сдвинете свою кандидатуру, раз вас не устраивают ваши соседи по месту проживания. Да, поэтому мы не видим, как бы, такой целесообразности в введении этой графы. Ну и последний вопрос. Вот практически уже 25 лет мы ходим на выборы. Изменилось вот за это время отношение людей к этому процессу, к самим выборам? Ну, я думаю, изменилось сильно. Оно от единого дня голосования до единого дня голосования очень меняется. Если раньше мы говорили, что на выборы ходят только представители более старшего поколения, то теперь мы отмечаем такую тенденцию, что на выборы и в день голосования, то есть реализуя и активное право, и для реализации своего пассивного права, то есть в движение, да, все больше молодых людей, молодого поколения втягивается в избирательную кампанию. Поэтому, я думаю, здесь очень сильно мирозрение меняется, и наша вся работа, которую мы ведем в течение очень долгих лет, начиная, как это небанально звучит, начиная с детского садика и по всем возрастам до достижения совершеннолетия, в том числе потом и с избирателями, и молодыми избирателями, и с другими категориями, то есть она дает свои плоды, и все больше избирателей, все больше населения понимают, что от власти все-таки, тем более от местной власти зависит довольно-таки много в решении проблем, которые возникают в тех и иных населенных пунктах. Спасибо большое, что ответили на наши вопросы.